Ем двойные листочки. Ща будет диктант. Записываю. Пацаны и пацаны, со всем ду-бро-привет, добро пожаловать в Кушмар. Топ-секрет, один из стареньких, ну таких, не супер стареньких, но тем не менее, я так понял про тот самый сонный паралич. Мы смотрели несколько, несколько, на самом деле, видосов у Дима Масленникова, выпусков про это, но там, понятное дело, формат другой, и, наконец-то, я добрался до утопия-шоу. Целого выпуска, целого топ-секрета, может быть, не самого длинного, но я думаю, что и не менее интересного, чем другие выпуски про сонный паралич. Это прямо очень интересно посмотреть. Ссылочки на оригинал внизу. Естественно, себя лайкаю с комментариями, пальчики ввысь сразу, комментарии пишите, подписывайся, организуйте с бубенцами, чтоб звенели. Давай смотреть, поехали. Экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. Ой, заставочка. Необъяснимые явления. Разоблачение. No secret. Ну, давай смотреть. Каждый человек хотя бы один раз в жизни попадал в ситуацию, когда, просыпаясь, не смог встать с кровати. Тело как будто парализовано. Дышать трудно, а вокруг виднеются незнакомые вам силуэты. Ответ только один. Новогодние праздники. Я не знал, что... Ладно, интересное совпадение. Я не знал, что как бы это было... Я не посмотрел дату даже, когда этот выпуск был. У меня просто он добавлен, посмотреть попозже. Я его оттуда и включил. Ну, совпадение прикольное достаточно. Не знаю уж, выкладываю я это в новогодние праздники. Или новогодние праздники у тебя закончились. Но главное, что новогоднее настроение у тебя все еще, я надеюсь, есть. Ну, посленовогоднее, скажем так. Тыщ, всем привет, меня зовут Топа, и представьте, что я сказал все то же самое, только... Просто смотрю я это еще в новогодние праздники. Только без шутки в конце. С этим сталкиваются очень многие, и скорее всего, даже ты. Да, это связано с паранормальными явлениями, и это называют... Сонный парадж. Прям интересно, на самом деле, про это послушать, посмотреть. Вы наверняка привыкли к тому, что я объясняю вам природу каких-то паранормальных штук. И этот раз не будет исключением, уж поверьте. Я бы даже сказал, что это очень важный выпуск, ведь именно он позволит нам... Вот это будет интересно, на самом деле, послушать, просто как именно в мозгу вот эта вся история происходит. ...в дальнейших видео объяснить многие пугающие вещи. Так что слушайте внимательно. Разумеется, многие из вас могли об этом слышать, но моя задача сделать самый полный разбор, рассказать то, чего не рассказывали другие, и донести информацию совершенно до всех. Ведь по сути, каждый из вас в опасности. И я не шучу, судя по исследованиям, примерно 8% всего населения, хотя бы раз... Ну слушайте, еще под выпусками Димы, многие писали из вас, что у вас такое было. Кстати, если вдруг не видели, выпуски на канале, ну они прям, конечно, очень жутчайшие. Идите, смотрите, лучше даже ночью это делайте. Испытывали это чувство. Но для тех, кто не понимает, о чем речь, сначала поясню. Если вкратце, то сонным параличом называют состояние, когда вы проснувшись, не можете... И да, кто просил, между прочим, плейлисты, они как бы есть, и как раз по ним, может быть, тебя будет легче найти. Пошевелиться, но никак. Ваше тело уже не ваше тело. Но это далеко не все. Для этого выпуска я очень хотел подобное испытать, чтобы максимально понять, о чем говорить. Но у меня ни хрена не вышло. Не вышло. Хотя, может это и к лучшему. Очевидцы описывают эту картину не как то, что хочется увидеть. А у Димы вышло. Представьте, что вы проснулись и прекрасно понимаете, что в комнате, кроме вас, находится кто-то или что-то, чего тут раньше не было. Вы хотите повернуться и посмотреть на то, что вас так пугает, но вы не можете, потому что ваше тело не слушается. А что если вы уверены, что ночью вас что-то поднимало в воздух? Вряд ли после такого вас легко будет переубедить в существовании паранормального. И это еще полбеды. А теперь представьте, что вы просыпаетесь. Вы видите их, слышите их, чувствуете их. Вы задыхаете... О, черт, в дверях стоит. ...как будто кто-то сильно давит на вас. Но вы не можете позвать на помощь. Вы физически не можете кричать. И вот это реально пугает. Но это жуткое, конечно, явление. Кто-то включает свет, и все пропадают. Вы можете двигаться и говорить, но вы никому ничего не докажете. Теперь только вы знаете, что с вами произошло. И поверьте... Леха Элисен закрыл дверь. Вы никогда этого не забудете. Да. О, старая добрая Ванга передает всем вам привет. Посмотрите на нее. Все еще гадает, все еще знает. Дела. Думаете... А я все еще не дошел до выпуска как раз с Вангой. Он же есть, да, по-моему, нет? Это, как всегда, выдумки каких-то психов с паранормальных формов? Хребенцево. По статистике, 57% людей, которые сталкиваются с сонным параличом, видят в комнате чье-то присутствие. И зачастую это присутствие нечеловеческое. Ой-ой-ой-ой. Не надо, не надо, не надо вот это все вставлять. Не надо, не надо сейчас вот это все вставлять. Не надо. У меня 3 часа ночи, 4 почти, что. Ну, подумаешь, кошмар приснился, как бы не так. Очень жутко сейчас сцена была вставлена, если честно. Вообще, вы неправильно понимаете слово кошмар. Досто... Меня легко такими вещами напугать, вы это прекрасно знаете. Особенно с учетом того, что у меня еще и звук громкости, блин, выкручен постоянно на максимум. Бьем двойные листочки. Ща будет диктант. Записываю. Не подумайте, что такого, просто, ну... У меня это как салфетки. Удобнее просто туаленную бумагу, чем салфетки на столе держать. Потому что салфетки, они постоянно заканчиваются, а это прям бесконечное количество бумаги. Что-то вытереть там это самое, что-нибудь подобрать грязное с пола, еще что-нибудь, ну, чтобы не руками, а салфеточкой. Поняли, не? Не поняли? Ладно, вам, значит, понимать не надо. Давай смотреть дальше. Твою. Для вас кошмар это просто страшный сон, не так ли? Только вот этимология слова несколько иная. Это изначально французское слово и правда означающее плохой сон. Только вот появилась она достаточно поздно, в 1833 году. Покопавшись, я нашел, что у этого слова был совершенно другой смысл. Если найти цепочку, то можно отследить, что слово кошмар произошло от старо-французского кокмар, которое использовалось еще в 14 веке и обозначало злого духа, который душит... А, мы это видели, кстати говоря, как раз в выпуске Дима, по-моему, вставлял эту картинку. Это кто такой тогда еще спросил я? ...спящего человека. Да и сейчас, получается, это слово состоит из нужных компонентов, только никто не понимает их смысла. Старо-французское слово нажимать и старо-нидерландское слово мара. Это буквально демон, который катается на тебе... ...сидит, сидит, смотрит, недовольный. Как будто в очереди пятерочку стоит уже второй час. Че ты смотришь? Как звать этого? Чёрта. Как? Имя? Фамилия? Кто-нибудь? Напишите, это кто такой вообще сидит? Как у себя дома. ...ночью. Теперь, когда вы будете видеть английское слово nightmare, вы будете знать, что изначально это ночь и демон мара. Ночная мара. Прикольчик. По поверю, совершенно не важно, закрыты ли у вас двери или окна. Этот демон найдет способ проникнуть в вашу комнату. А всё что... Там две руки с двумя лампочками, или как это интересно? А есть влог по этому выпуску? Ооо, а есть влог? Если есть, напишите, как он называется, потому что... ...запутанно, как искать это вообще. ...то вам остаётся пытаться дышать и надеяться, что он скоро уйдёт. Бу, нахрен! Надеюсь, двойной листочек теперь тебе пригодится. Ну, мне кажется, вот как раз это и пригодится, а не двойной листочек. Она двойная, по-моему, кстати. Да, она двойная. Двойной листочек. Я готов. Я, блядь, выпуски просто так не смотрю. Я всегда подготавливаюсь. У меня самолёт через час. Там уже расскажу, как старые поверья одних народов повлияли на культуру других. Графика. У очень многих народов встречается описание такого же существа, только выглядит и называется по-другому. Вот, например, в Таиланде это призрак, сидящий... Слышь, реально в Таиланде? У вас на груди ночью. Зовут Пхи Ам. И очень даже популярен здесь, ведь часто на это делают отсылку в здешних комиксах и фильмах. Где-то это ночная корга. Где-то инкуб или суккуб. Демон, который тебя ещё оттравит может. А где-то гномы или призраки. Они тоже могут, нет? Здесь кто-нибудь есть? Такой шальной гномик ночью зашёл к тебе. Ну а у нас это, как ни странно, домовой. Звучит логично. Если вы в деревушке у бабушки ночью увидите что-то маленькое, бегущее под кроватью... Точно домовой, так и запишите себе. Что вам первое придёт в голову? Ты спишь, а он прыг-прыг со стола на пол. В Турции это Джин Кабус или Карабасан. Да, Джины это существа из фольклора, а не выдуманный Диснеем персонаж. Этот Джин буквально терроризирует ваш сон. И да, люди действительно так считают. Не верите? Посмотрим, смогут ли вас переубедить. Мэйл. Нет, туда не заходить не надо. Это место просто, это место прохлика. Ответы. Ко мне ночью приходил Джин и душил меня. Что же делать? Я ожидал увидеть ответ, что нужно загадать желание, чтобы он перестал душить, но... Мракобесы. Вот что я увидел. Я пишу серьёзно. Пришло твоё время выбирать путь. Это приходил с... Не важно, как он тебе представился, советую попросить прощения у Господа и призвать Иисуса. Хотел бы я, конечно, посмотреть на этот призыв. Не хотел бы, я думаю. Есть инструкция. Надеюсь, сейчас вы поняли, что это не какие-то байки и шуточки в интернетах. Это реальная фобия. Нет, это не фобия, но это же типа явление действительно настоящее. Реально у всех народов. Просто мне интересно послушать, чем оно объясняется конкретно. То есть это... Я помню, что у Димы это вызывалось тем, что там спать, ну ты спишь, там постоянно тебе нужно что-то бубнить под нос, у тебя будет резко. То есть это связано с какой-то нагрузкой, нагрузкой на мозг и вот этой всей хернёй игрой с мозгом, которые просто с ума сходят, что ты делаешь, что ты творишь, что ты меня будешь и прочее. Но интересно послушать, конечно, как правильнее всего это всё-таки сформулировано и из-за чего это происходит. Пришла из рассказов, которым уже тысячи лет, включая время до нашей эры. Но это прямо такое, знаете, одно из таких жутких явлений, которые действительно люди объясняли чем-то мистическим, просто потому что все жуткие явления люди объясняли чем-то мистическим. А уж конкретно это жуткое явление, оно настолько жуткое, и природа, и сам факт, суть вот этого явления настолько жуткая, что типа ты, что-то тебе кажется, что какое-то существо, но тут уже само это явление просит тебя, чтобы ты его мистическим образом и объяснял, а не как-то иначе. Поэтому не странно, что люди именно так и объясняют История как болезни произошло только в 1664 году И вам нужно услышать этот научный трактат Ночью, когда она спала Она верила, что дьявол лежал на ее груди и держал ее Иногда ее душила огромная собака Или на ее груди лежал вор Не давая ей говорить Вор? Говорить или дышать Да, там вор написано Там реально написано вор, а что? Что на мне лежит вор Пусть забирает, что хотел и сваливает Зачем вот это вот все? Да В то время, если ты не мог что-то объяснить То был только один выход А если вы думаете, что все это осталось в тех бородатых годах То как же вы ошибаетесь? Да блин, даже о чем? Слушай, значит, в бородатых годах У Димы под выпусками куча людей, которые то же самое пишут О чем речь? Даже у меня, когда Что-то написали По парочке таких, конечно, супер малого Но парочка людей Всегда парочка людей всегда найдутся Которые, знаешь, тебе напишут Типа Вот ты, да? Вот ты Вот в мистическое не веришь Вот пытаешься тут отшутиться Вот значит, что-то придумываешь Что-то смеешься вот над этим всем Да? Угу, понятно, понятно Вот ты просто пытаешься Как бы, да? Отрицать очевидное Отрицать очевидное, что мы видим В этом видосике Очевидно, это мистическое Ну, то есть, всегда такие люди найдутся Я думаю, что у Димы под выпусками их вообще дыща Но их настолько дыща, что я говорю Что даже у меня иногда проскакивают Этническая группа Хмонги Сейчас они расселены в основном по Китаю Вьетнаму Лаосу И Таиланду В конце 70-х Многие бежали в США И там у них зафиксировали то Что впоследствии назовут синдромом Внезапной ночной смерти Эти люди были молодыми Здоровыми На первый взгляд Но вдруг Ни с того ни с сего Начали умирать во сне Без каких-либо причин И даже вскрытие не могло помочь Но что самое интересное и пугающее Они верили Что их преследует призрак Дапцок Который сковывает их по ночам Дапцок И Убилет Посмотри сюда 1977 год Сто беж... Сейчас что-то жуткое произойдет В Кмонге Умилет во сне Когда злое присутствие Раздавило им грудь И снова 83 год, Таиланд 230 человек Умилет Это же Ольга Гуриленко Врач или до... И психонаритик Не смогли объяснить эти с... Звучит реально стрёмно Если вы испытываете это чувство То получается, что Вы тоже в опасности Фредди Крюгер Уже идет за вами Детишки Идет, чтобы Попасть с вами В прайм тайм Помните? Отсылочка, поняли? Кто понял? Кто понял? Ты понял? Молодец Пальчик ввысь поставь А ты не понял Значит, да? А ты не понял Молодец Пальчик ввысь поставь Рассказать, что оказывается Идея Фредди Крюгера И была вдохновлена Этими рассказами Про внезапную С... Юго-Восточной Азии А-а-а Серьезно? Я, конечно, никак не ожидал Что даже этот фильм Будет основан на реальных событиях Но что ж Теперь придется Основано на реальных событиях Давно мы эту фразу не слышали Разоблачать Да, на вид эти люди были здоровы Но это было идентифицировано Как генетическое заболевание Связанное со многими факторами Касаемых сердца Возможным катализатором Может уступать и сильный стресс А во что уж они там верят В общем-то плевать Дело в том, что Даже если бы они знать не знали Что это за демон такой Они бы все равно умирали Я сделал такой вывод Из исследования В котором говорится Что предотвратить такую внезапную с... Помогает имплантированный дефибриллятор Демон, значит, из ада Пришел по твоей души Начинает тебя душить ночью А потом смотрит Это что? Дефибриллятор? Все, нахрен Отпуск испорчен У него дефибриллятор Но главное, что даже сейчас В современном мире Люди связывают это С демонами Ну Некоторые не очень В современном мире Что ж ты бы видели Была галлюцинация Чушь собачья Это был призрак Это была не галлюцинация Топ секрет На самом деле Вот насчет Димы сказал Но мне удивительно Потому что я, по-моему, в одном из... Я в последнем как раз В одном из последних выпусков Это озвучивал Когда мы смотрели Его аналитику как раз Потому что Я всегда улавливал суть Выпусков Димы Ну, Масленникова И там в основном как раз Гостов И вот такого, в общем, связанного с чем-то жутким Паранормальным Как раз в том Что он хочет донести До своих зрителей Что как раз Такие все происходящее Оно всегда Объясняется С чем-то Ну, чем-то объясняется И это чем-то Это не что-то паранормальное Это не что-то сверхъестественное Это что-то нормальное Естественное И вполне себе объяснимое Просто иногда это объяснение Не суперочевидное Но Видите, как ни крути То, что он там Нагоняет Создает атмосферу На некоторых людей Все-таки влияет Так, что Ну, вот Некоторые люди Видимо Вот этого посыла Как-то не видят Или не хотят видеть И все равно Наставят на каких-то Своих вещах Не знаю Может быть так А может и как-то По-другому Х** знает Без понятия Вернулся Ну, раз ученые смогли Предотвратить Злостные демонические ритуалы То настало время рассказать Что никакого демона-то И не было Не понял Это как? Ведь исследователям Удалось вызвать Сонный паралич У крыс Хм Них*** Это что получается Люди смогли призвать Демона-крысу Дьявола-крыс Жестко Поздравляю с потраченным Временем Зато вы услышали Предысторию И факты Неприменимые В реальной жизни Но настало время Разоплачения Давай Мы готовы Если попробовать Объяснить это С научной точки зрения То оказывается Что это Намного интереснее Когда вы спите Ваш сон делится На две фазы Медленный сон Наступает сразу Как вы засыпаете И его стадии Длятся большую часть сна Последняя стадия Так называемый Дельта-сон Самый глубокий Сознание Считай Отключено Вас трудно Разбудить А если все-таки Смогли То вы реально Будете похожи На демона Во время такого сна Вы можете нести Всякую чушь Но ваши мышцы Не парализованы Поэтому именно Эту фазу Медленного сна Связывают с Сомнамбулизмом Или хождением во сне Вы просто начинаете Ходить во сне Потому что Законом не запрещено Подробнее Жуткое явление Смотрите Вот в этом ролике А вот фаза Быстрого сна Это нечто потрясающее Ходить посмотрим Пальчики ввы Если хотите Вкусающее Во-первых У вас бегают глаза Во-вторых Активность мозга Больше чем в другой фазе В том числе И часть ответственная За страх А в-третьих Вам снятся самые яркие И запоминающиеся сны А чтобы вы во сне Никого не ушатали Пока будете отбиваться От огромной утки У которой вместо перьев Бензопилы Ваше тело как будто Еще одна Фобия в копилочку Отключается Не полностью Но вы не можете делать Какие-то глобальные движения Типа перевернуться Потянуться И так далее Некоторые могут Но это скорее Отклонение от нормы И вот как раз Эту фазу Связывают с сонным параличом Это лунатизм Наоборот Вы вроде в сознании Но тела Еще нет Происходит слияние сна И бодрствование Вы видите ветки в окне Но теперь это уже Слендер с длинными пальцами Ваше тело полностью Под контролем вашего сна Даже дыхание Видя эту тварь Вы хотите вдохнуть Глубже Но ничего не получается Вы чувствуете удушье И что на вас Кто-то присел Бесцеремонно Как на лавку У подъезда Ой как это жутенько Сейчас выглядит Как и во время сна Внешние триггеры Очень влияют А что это за Кемошечка Как называется Подул ветерок Значит для вас Это целый ураган Кто-то шепчет Наверное Это демон Читает какую-то херню Из преисподней Именно какой-то херню Логично Логично Выходит сонный паралич Это не демон Доказано Доказано Просто отклонение От нормального сна И разумеется Многих интересует Есть ли способы Избежать этого Были проанализированы Все существующие Исследования Сонного паралича И не обнаружено Никакой связи Его с возрастом И полом Но ни у кого нет Сомнений Что качество Вашего сна Еще как влияет Мало и плохо спите Повышаете шанс Встретить эту ночную Ну вот поэтому Наверное и получалось Помните То есть у команды Дима У них стратегия Была такая Что нужно было Будить там Через каждые Сколько-то минут Это явно был Уже какой-то Плохой сон И плюс момент Что спать на спине Вроде надо было Некоторые исследования Говорят что Недосып Или наоборот Пересып Тоже влияет Также высока Вероятность Такого у людей С посттравматическим Стрессовым расстройством Тревожным расстройством Дрессией И нацелепсией А еще Если вы Студент Уже вижу Как у вас Яички сжались Даже если их нет Советов Как избежать Не очень много Но вполне возможно Что кому-то Это может помочь Обязательно Нормализовать сон Это в принципе В жизни должно помочь А плохой сон Связывают со стрессом С котиками И алкоголем Ну да Это в целом Было бы неплохо Так что по возможности Нужно этого избегать Также зачастую Это состояние Начинается Когда вы спите На спине Вот Вот Попробуйте разнообразить Вашу жизнь И попробуйте Что-то другое Ведь сами подумайте Вам на грудь Никто не сядет Если вы Это хитро Демон не сможет Сесть Тебе А как он сядет Придется Тебя переворачивать А тебя он не перевернет И тот еще тяжелый Людок Лежите на ней А если сядут на спину То это уже Массаж Ну да Это уже не то Ехал к бабушке В гости И ночевал Вот оно Вот оно Забавно Что здесь Именно из выпусков Димы Но это какой-то выпуск Который по-моему Мы не видели Кстати говоря Не смотрели Или нет Я не помню Эту бабульку И кричит Ой Кто меня душит Кто меня душит А бабушка Ты помнишь Вечером меня ругал Это Ванечка Пришел тебе Это дом Ванечки Просто Последний выпуск Смотрели Там тоже были Отрывки Из дома Ванечки Ребята Я не знаю Я этого дом Ванечки Все еще не посмотрел Я все еще не посмотрел Этот выпуск С домом Ванечки Ставьте пальчики Ввысь Прям просто Чтобы я видел Что это интересно Я уже доберусь До этого дома Ванечки Сколько я уже Пытаюсь до него добраться Временем Разумел А если вас прям Это очень сильно беспокоит И вы боитесь спать Из-за этого То Перестаньте смотреть Об этом видосике В интернете Нужна специальная Медицинская помощь И не нужно этого стесняться Ну а если это происходит Очень редко То Расслабьтесь Ваш мозг Просто троллит вас Все это идет От нескольких секунд До максимум Нескольких минут Ровно так же И лунатизм Имеет свой предел По времени Просто примите тот факт Что это не опасно Никаких доказательств Что от этого Кто-то умирал Нет Разве что Вы можете Кукухой поехать Если будете уверены В том Что какой-то Демон Пялится на вас Пока вы Дрыхнете Ты готова? Внимание Души! 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 Давай! Оценили Да Я понимаю Многие из вас Прошаренные ребятки С критическим мышлением И знали Про сонный паралич Но вы даже Не представляете Что творится Допустим У ваших родителей В голове Или у еще Более старшего поколения В странах С другой культурой Например За примерами Ходить не нужно В 2008 году Мамаша Завязала свою Шестилетнюю дочь Жесточайшим способом А все из-за того Что думала Что в дочку Селился демон Знаете Из-за чего? Из-за того Что та Ходила во сне Так это Топ секрет Превращается В какой-то другой формат Уже Неосведомленность О природе Лунатизма Сыграла Злую шутку Зачем Что-то Знать Бабушка Же сказала Что это Демон Значит Демон С Эту историю Я узнал Из книги Моего друга И ученого Саши Панчина Уже Не в первый раз И что самое интересное У меня куча книг С разоблачением Паранормального И только в этой Есть просонный паралит Странно Как по мне Это должен знать Совершенно каждый Неважно Ребенок это Или пожилой человек Верующий Или атеист Плоскоземелец Или ваша собака Плоскоземелец Блин Ну о чем речь Реально В 2022 году Есть плоскоземельца Есть категория людей Которые верят Что земля плоская Как бы Да Это факт Ну что земля плоская Конечно Я про это Все равно Не стесняйтесь Информировать окружающих Ведь это может коснуться Каждого из них Это что Речь Да пошел ты Я стараюсь быть полезным Даже в 1664 году Ученые понимали Что это просто галлюцинация Которая объяснена С научной точки зрения Но к сожалению Не всем дано познавать новое Ведь и старое объяснение устраивает Они плохо бы подвергнут Демон сидит Сидит Доказано Доказано Ну и все Ну и все Быть сомнению Спи на боку Чтоб не сидел Все Спи на боку В том числе и мои размышления Обязательно напишите в комментариях Вашу историю Сонного паралича Чтение комментов Будет похлеще любого хоррора Запасаемся двойными листами Но вы писали Под выпусками Дима Пишите здесь Ребята Будет интересно На самом деле Почитать Конечно У кого это было Как это было И Пишите свои истории Пишите комментарии Я их все читаю Если что Иногда проскакивает Вижу Знаете Ой я знаю Я вот это напишу заранее Вот прям Какую-нибудь Задушню А потом оправдаюсь тем Что он все равно Не читает эти комментарии Поэтому я писал Зная что он Это не увидит Я все вижу Я вижу все Серьезно Я все комментарии вижу Так что типа Писать в смысле Что я что-то не увижу Это так не работает Пишите С точками народ Знаете Почему это было важно Люди Испытавшие сонный паралич С большей охотой Верят во всякую Паранормальщину И есть даже мнение Что в разных культурах Чаще его испытывают Потому что знают Что демон Охотится по ночам Да Хотелось бы верить Что предрассудки Со временем Перестанут существовать Но Но верится в труд А к этому расстройству Как я и сказал Мы вернемся Не один раз Спасибо за просмотр Интересный выпуск Мне нравится Мне нравится Посыл Топ секретов Здесь он прям такой Открытый Явный Что типа Ребята Не мракобесничайте А еще В конце Каждого Топ секрет Нас ждет Подарочек И этот Топ секрет Не исключение Я думаю Я сломал Топ секрет Топ секрет Продолжение следует... Топ секрет Продолжение следует... Продолжение следует... Смотреть топ-секреты там из старенького чего-нибудь тоже ставьте обязательно пальчики ввы. Спасибо огромное всем, кто не забывает это делать. Это очень сильно помогает продвижению конкретно этого ролика, продвижению канала в целом. Вот. И спасибо вам большое. Вы умнички. Комментарии тоже пишите. Это тоже, конечно же, помогает. И подписывайся, организуйтесь здесь с бубенцами. Ссылочка на оригинал внизу в любом случае, как всегда. И увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа-па.